Сегодня четверг, а значит самое время наводить порядок. В районе продолжаются традиционные чистые четверги и субботники. С приходом весны эти мероприятия уже стали носить систематический характер. Сегодняшний объезд наша съемочная группа начала с майского сельского поселения. Увиденное радует. Поселок с каждым годом преображается. В центре возвышаются красивые здания нового дома культуры и врачебной амбулатории. Благоустроенная территория – обновленная аллея памяти. Наше внимание сразу привлекло проводимые рядом работы по строительству автодороги. По словам главы поселения Андрея Доцко, администрация и в этом году приняла участие в реализации госпрограмм и выиграла сразу два проекта. В рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» под программой «Качественные безопасные дороги» в начале марта началось строительство автодороги по улице Южно-набережная. Эта дорога связывает центральную дорогу и вторую по значимости дорогу виноградную. Данный проект стоит 51 миллион и работы начаты уже в марте месяце. Аукцион прошел еще в декабре месяце и компания, которая выиграла аукцион, уже в начале марта начали работы. Работают очень быстро, объем работ большой, дорога будет полностью асфальтовое покрытие с тротуарами с обоих сторон и с освещением. Протяженность данного участка составляет 1 километр 114 метров. Быстрыми темпами прокладывают дорогу бригада рабочих акционерного общества Кашхабльский ДРСУ. Второй проект – это благоустройство придомовой территории по улице Заводская 36 и 38. В настоящее время здесь ведутся работы по подготовке основания к укладке асфальта. Данная дворовая территория делается по программе «Комфортная городская среда». Мы запланировали благоустройство данной дворовой территории. Сумма здесь очень большая для двора – 8 миллионов 663 тысячи. Поэтому данный проект мы распланировали сделать на два года. Подрядчик, который делает данные работы с Мостовского района, очень хорошая организация. И мы планируем закончить данную дворовую территорию уже в этом году. К концу лета эта дворовая территория будет закончена полностью, несмотря на то, что мы ее запланировали на два года. Четыре зоны отдыха, стоянка для автомобилей, детская игровая площадка, современное освещение – все это предусмотрено здесь по проекту. Здесь дворовая территория. Во время планировки мы проводили собрание граждан и приняли решение, выбрали проект, называется «Четыре крепости». То есть здесь вся зона двора будет разделена на четыре части в виде четырех башен. Это четыре зоны отдыха будет. Внутри будут четыре дорожки от дома к дому и между домами, тротуары. А также вот здесь, где мы сейчас стоим, здесь будет полностью площадка, стоянка для автомобилей с двух сторон. Общая стоянка на 17 автомобилей. По всему двору будет освещение, 16 лавочек, урны. То есть будет благоустройство во всех отношениях. И освещение, и зоны отдыха, и детская площадка для детей. Реакция жителей на все происходящее однозначно. Я живу где-то с 68-го года, с 70-х, в общем, годов я живу здесь. Поселок, конечно, был очень красивый и сейчас становится красивым. Мы очень, жители, рады. Мы принимаем всякое содействие, чтобы у нас двор получился красивый, уютный, чтобы нашим внукам, детям было здесь хорошо, привольно. Поэтому наши все пожелания выполняет и администрация, и ЖКХ. Спасибо, Датско, он молодец, старается, слышит нас. Будет у вас место, где проводить время? Конечно, время будет прекрасно. Мы уже мечтаем о этом времени. Мы просто очень довольны, что такой будет двор уютный. Нам теперь, старикам особенно. Очень хорошо, приятно будет выйти, посидеть где-то, поговорить. Поэтому мы очень довольны. У нас все довольны. Навести порядок на центральных улицах поселка, прилегающих к торговым объектам территориях, вышли сотрудники администрации сельского поселения, детского сада и работники магазинов. Свои дворовые территории убирали и активные жители населенного пункта. Я живу в совхозе уже 40 с лишним лет. Вот вышла убирать участок, где я живу. Это центральная улица? Это центральная улица наша, да. Мы по центральной улице убираем. Все наши соседи убирают центральную улицу. Хочу обратиться к жители поселка Майская, чтобы они хорошо убирали наш совхоз. Мужская половина работников администрации Блищевсинского сельского поселения в этот день очищала лесополосы от упавших веток, поросли, а прекрасная половина занималась уборкой территории внутри аула. Плодотворно и дружно поработали в Кашхабльском сельском поселении. Здесь чистый четверг по традиции вылился в широкомасштабный и вновь собрано немалое количество мусорных мешков. Добиться чистоты и уюта можно только в том случае, если вопросы благоустройства будут поддержаны всеми жителями, когда каждый внесет свой посильный вклад в благоустройство родного поселка и аула. В очередной раз хочется призвать население принять активное участие в проводимых чистых четвергах и субботниках.